Победу или ГАЗ М20 знают практически во всём мире, но только специалистам известно, что существовали машины трёх серий. Передо мной вторая. Её выпуск начался 1 ноября 1949 года. Были учтены и исправлены все недостатки самых первых автомобилей. Машина, наконец, получила отопитель салона и обдув лобового стекла. Изменения произошли снаружи. Стала чуть иной многоярусная хромированная облицовка радиатора. В народе её называют тельняшкой. Между клыками бампера появилась перемычка с отверстием для заводной ручки и некоторые другие несущественные детали. Мотор почти не изменился. Он нижнеклапанный, четырёхцилиндровый. Рабочий объём 2,1 литра. Мощность 50-52 лошадиные силы. Бензин самый дешёвый, 66-й. Обивка салона тряпичная, похожа на велюр и очень приятна на ощупь. Спереди и сзади диваны. Кругом практически одно железо. Между элементами вложено прошло. Во всём видно большое количество ручного труда. Конечно же, есть и пластик, но он не такой, как сегодня. Похож на славновую кость. Часы и спидометр одного размера и дизайна. Тут они модные, с красными шкалами, но были и варианты попроще. Приёмник появился позже, но место для него уже есть. Оно закрыто заглушкой с надписью «Завод имени Молотова». Чтобы запустить мотор, нужно немного вытянуть подсос, включить зажигание, тем же ключом, который открывает и дверь, и багажник. Затем следует нажать ногой на кнопку механического электростартера. Вообще-то победам второго выпуска полагается коробка передач с напольным рычагом. Конструктивно она повторяла древнюю «М-овскую». Но прогресс не стоял на месте. В 1951 году появился новый трёхступенчатый, снабжённый синхронизаторами агрегат от автомобиля «Зим». Рычаг переключения передач перекочевал на рулевую колонку. Это очень удобно. Для манипуляции с ним не требуется отрывать руку от баранки. Управлять победой с непривычки тяжело, но она удивительно приятна на ходу. Подвеска очень мягкая, динамика на уровне 21-й «Волги». При езде возникает чувство надёжности и, наверное, защищённости. Да, тут нет ни ремней, ни подушек безопасности. Зато я сижу в коробке из металлопроката толщиной от 1 до 2 мм. Это вам, конечно, не современные машинки из фольги. Победа! Не просто автомобиль. Для нас это символ. При её создании были использованы новые технологии, которые вывели отечественный автопром на новый уровень.